Загадка звучит так. В 2003 году здание во время землетрясения получило трещину и с тех пор называется в народе Титаником. Так городские котики отгадывают загадки и ищут нужные локации. Это могут быть исторические места, памятники, здания и арт-объекты. Обязательные условия велоквеста городские коты, передвижение на велосипеде. Однако квест это не только про педали, но и про эрудицию. Вот так вот это здание выглядит. У него там типа паруса. Сейчас будем пробовать зачекиниться. Прокатило? Прокатило? Если участник угадывает место и геолокация совпадает, выдается следующее задание. Кстати, время ограничено, но предусмотрены подсказки. Да и категории сложности маршрутов разные. Две категории легкие. Ребята ездят от площади Октября до речного вокзала. Другие две охватывают весь город. Так, например, категория уличный котяра предусматривает оба игровых дня в каждом по пять часов игры. У нас в нашей велоигре именно упор на историческую часть, на историческую составляющую. В игре как раз по вопросу истории помогал известный историк Данил Сергеевич Дегтярев, который составлял вопросы, придумывал, ну совместно делали. Вот, то есть вот такая вот идея. Так, я нашел точку. Это памятник кузнецу, но я пока не могу сориентироваться. Игру проводят второй раз, и она активно набирает обороты. В этом году участников почти в два раза больше, чем в прошлом. Это все велосипедисты. По профессиям тут совершенно разные ребята. Есть врачи, преподаватели, работяги с завода. Совершенно разные. Возраст участников тоже разный. Так, для семьи Светланы велосипед – это образ жизни. Поэтому сын научился крутить педали раньше, чем ходить. Очень много интересных мест, в общем, исторических. Тем более, там в конце вопроса, то есть вопрос, когда ответ находишь, и есть такая сносочка, небольшая, краткая информация. И вот из этой информации очень много для себя открываешь. Я очень сильно запомнила здание «Про трех богатырей». То есть для меня это просто было обычное здание красное, а оказывается, у него есть какое-то название. Задания были интересные, то есть надо прямо было подумать. Если ты не знаешь особо Барнаул, тут немножечко сложновато будет. А именно в катании, наоборот, это прям удовольствие, что ты вот едешь куда-нибудь, вау, маршрут, надо туда поехать. Кстати, у организаторов уже есть новые идеи по улучшению игры и желание сделать ее еще более масштабной. Так что городские коты еще обязательно выйдут на улицы Барнаула. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.